Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотела бы рассказать вам о взгляде клинического пармаколога на пациента хирургического профиля и рассказать вам о том, что такое инфекция в области хирургического вмешательства и как ее предотвратить. Потому что любому онкологу будет грустно, когда он провел большую операцию, а у пациента возникло осложнение. Актуальность проблемы в том, что в больничной инфекции у больных хирургического профиля чаще всего вызываются презистентными возбудителями. Если 10 лет назад еще сохранялась чувствительность к антибиотикам, то на данный момент существуют полирезистентные штаммы. У бактерий есть свои способы преодоления резистентности. Это может быть несколькими вариантами представлено. Первое – это то, что у антибиотика может не быть точки приложения для микроба. Допустим, нет клеточной стенки. Или микроб непоницаем для антибиотика. Либо это самый известный механизм резистентности, когда микроб выделяет фермент бета-лактомазу и инактивирует антибиотик. Также может быть изменение мишени воздействия антибиотика, изменение метаболизма микроба. Эфлюкс – это самый известный механизм у синегной напалочки. Также образование биопленок, в том числе и межвидовых. Например, синегной напалочка очень хорошо образует биопленки с эндрофомона с мультофилия. Также микробы передают друг другу гены резистентности посредством хомосом, плазмид, в том числе и межвидовые. Например, энтерококи не полирезистентны и передали механизмы резистентности к липсиели, которая сейчас является бичом инфекций. Мы изобретаем антибиотики, а микробы с нами борются. Если пенициллин был изобретен в 1928 году, то резистентность к нему возникла только через 12 лет. Если обратить внимание, то, что произошло в 2010 году, был изобретен антибиотик цифтеролин, через год уже к нему возникла резистентность. Применяются различные программы по сдерживанию резистентности в Америке, в Индии и в России. Дальше я хотел рассказать про секс-служащих хирургического вмешательства. Она может возникнуть после операции в 6% случаев при плановых хирургических вмешательствах. Если это была поверхностная операция, то чаще всего инфекции вызывают грамм плюс коки. Чем глубже мы уходим в мышцы, то тем больше вероятно, что соединится граммоотлицательная флора и анейроба. Чего мы боимся? Мы боимся вот этих возбудителей. У них возникает множественная резистентность, и к ним сложно подобрать препараты. Также мы, наверное, должны все-таки разделять пациентов по типу полирезистентных возбудителей. Если это внебольничная инфекция, и пациента нет сопутствующей патологии, то, скорее всего, будет какой-то внебольничный штамм. Если есть сопутствующая патология, уже присоединяется процентом это лактомаз. А если внутрибольничная инфекция, то мы тоже разделяем на несколько типов. В зависимости от того, была операция, сколько дней находился пациент в стационаре и был в реанимации или нет. А последний тип – это когда уже присоединяется грибковое поражение и высокий риск англазивного нового кандидоза. Что говорить об онкологическом стационаре? У онкологического пациента получается, что высокий риск полирезистентных возбудителей, потому что, если вернуться к этому слайду, то чаще всего у нас внутрибольничная инфекция. А внебольничная инфекция, она к нам просто, грубо говоря, в онкологический стационар не поступает, потому что у нас плановые операции, и, следовательно, пациентов с внутрибольничной инфекцией гораздо больше, если сравнивать с многопрофильным стационаром, допустим, экстренным или скоропомощным. Там чаще всего внебольничные неполирезистентные штаммы вызывают инфекции, в отличие от онкологического стационара. Дальше я бы хотела показать, как выглядит рак в лицо. На слайде выставлена кишечная палочка. Какие могут быть факторы риска полирезистентных возбудителей? Например, у кишечной палочки это госпитализация в течение предшествующих трех месяцев, прием антибиотиков по любому поводу. То есть получается так. У стафилококка уже присоединяется наличие внутрисосудистого катетера, назальное носительство, внутривенные наркоманы и всякие трофические язвы или пролежни. У синегной на палочке хуже. Пациент должен находиться в реанимации, ИВЛ больше четырех суток, уритральный катетер. А при калипсиелле это уже использование антибиотиков, если можно сказать так, резерва, допустим, карбопинемов. А при кандиде это внутривенный катетер, хирургическое вмешательство, применение глюкокортикортироидов, то есть глубокая иммунная супрессия. Что я хотела сказать про наш институт? На 2016 год количество резидентов-возбудителей достигло 80-90%. И было принято решение ограничить введение применения антибиотико-бактериальных препаратов. Для этого мы стали проводить переоперационную профилактику однократно, потому что нет на данный момент данных о том, что продление антибиотико-профилактики снижает риск возникновения инфекции в области хирургического вмешательства. Также должно быть обоснование для назначения антибиотико-бактериального препарата. И мы решили ввести протоколы для хирургов, что делать на каждом хирургическом отделении, и не применять незащищенные ингибиторами бета-лактомаз препараты, такие как цифатоксин, цифтероксон, широко использующиеся в многопрофильных стационарах. Что сказать про наше отделение? Первые два отделения – отделение молочной железы, отделение головы и шеи – это чистое отделение. Там оперируется кожа, подкозжировая клетчатка, а на голове и шеи еще и присоединяется трахея и гортань. Поэтому чаще всего инфекция вызывается грамм положительной флорой. На таракальном отделении уже подсоединяется граммоотрицательная флора, а абдоминальная, это граммоотрицательная флора, это флора превалирующая, потому что происходит вскрытие просвета кишечника. То же самое у гинекологов и общих онкологов, хотя у гинекологов могут быть инфекции кожи и мягких тканей. Что на данный момент? Количество продуцентов бета-лактомаз снизилось. Как лечить инфекции? Если это грамм положительная флора, используются антибиотики широкого спектра, такие как известные всем пенициллины, цифлоспорин и фторхиналона. Если это метициллин резистентный, стафлококк, ауреус или энтерококк, тогда добавляются препараты, действующие на эту группу. Это ванкомицин, тигициклин, линезолит, то есть препараты резерва. На граммоотрицательной палочке тоже используются препараты широкого спектра, такие как пенициллин, цифлоспорин и фторхиналона. И также добавляются аминогликозиды, карбопенема и астрианам. Каким образом преодолевать резистентность? У граммоотрицательных палочек к бета-локтам-антибиотикам добавляется ингибитор. У нас в России используются первые четыре, последние два используются за рубежом. Что сказать о таких страшных названиях, как стендофмон смальтофиля? Что это такое? Это микроб, который относится к группе синегной палочки, но исходно у него природная резистентность ко многим лекарственным средствам. По сути, это сапрофит, но он вызывает инфекции у пациентов со сниженным иммунитетом, то есть у онкологических. И исходно к нему могут быть чувствительны только три антибиотика, что создает определенные трудности, когда возникает резистентность. Та же ситуация с Буркхалдарейсипацией. Здесь четыре антибиотика. А цинетобактер Баумани – это очень плохо, когда он появляется в стационаре, потому что к нему может быстро возникать резистентность ко многим лекарствам по ходу лечения. Поэтому используются препараты, перечисленные на слайде. Упор можно сделать на препараты, содержащие ингибитор сульбактам, который обладает собственной активностью по отношению к данному микроорганизму. Что мы сделали? Мы ввели протоколы. Первые два отделения препараты направлены в основном на граммоположительную флору. На голове шеи также сточается граммотрицательное, поэтому вместо ампицилинсульбактам идет препарат широкого спектра действия. На оставшихся отделениях тоже используются препараты широкого спектра. Стоит отметить, что это стартовая медическая терапия у нетяжелого пациента. Если пациент тяжелый и уже близко к септическому состоянию, то, конечно, эти препараты мы не будем использовать. Мы будем использовать препараты резерва, такие как карбопенемы, которые используются в реанимации. При необходимости добавляется, при высоком риске медицинно-резистентного стафилокока, добавляется антимирсоапрепарат, как ванкомицин или ленизолид. Какие общие принципы? Принцип самый главный – это деэскалация. Если вы назначили антибиотик широкого спектра, допустим, меропенем с ленизолидом, а у вас пришло что-то не очень тяжелое, какая-то немультирезистентная флора, то тогда нужно поменять на что-то меньшее, по типу вторхиналона или цифлоспорина. А что делать, если у нас появился такой возбудитель? Обычно коллеги спрашивают, Анна Павловна, что делать? Тогда мы добавляем комбинации двух, трех, четырех препаратов. Сразу скажу, что это дорого. Это дорого. Использовать такие комбинации. Оцениваются в мире, пишутся большие тракциаты о том, как это все посчитать. В итоге мы ввели протоколы. Мы перестали вводить препараты, которые неэффективны против нашей флоры. То есть не стали использовать цифлоспорины первого поколения. И у нас на абдоминальном отделении снизилось процент выделения полирезистентных возбудителей. То есть протокол был введен в 2017 году, а это данные 2018. То есть снизилось количество клепсиелы полирезистентной с 90% до 55%. Также снизился процент выделения на других отделениях. И самое главное, что стала превалировать граммоположительная флора. Потому что пациенты чаще всего умирают от грамма отрицательной. Если граммоположительная превалирует, значит мы стремимся к лучшему. Также применяются всякие разные программы о том, какие антибиотики должны все-таки разрабатываться. На что делать упор при разработке антибиотиков. Это американская программа. Здесь говорится о том, что нужно делать упор на карбопинеморезистентные энтеробактерии. ВОЗ говорит про оценетобактер, синегнойную палочку и клепсиелу. Это основные микроорганизмы, на которые нужно обратить внимание и разабатывать препараты. Что нас ждет? На данный момент в России одобрано два новых препарата. Они уже введены и доступны, но они, к сожалению, стоят дорого. Также за рубежом ведутся исследования по поводу того, что я рассказывала вам. Как преодолеть резистентность к препарату, добавить ингибитор. И вот такие препараты нас ждут. Допустим, плазомицин – инфекции мочеводелительной системы. Меропинем – инфекции кожи мягких тканей. Ну, в принципе, вот. Что же делать? Это строгое соблюдение садопит-режима. Все начинается с рук и с обработки поверхностей. Должно быть строгое обоснование для назначения антибектального препарата. Потому что это иммуносупрессивные препараты. Не должна быть длительная антибиотикториальная профилактика. Пациент должен быть отнесен в определенную группу риска по полиэзистентным возбудителям. Должны быть написаны протоколы по типу инфекции, которые должны пересматриваться раз в год. В каждом учреждении должен ввестись учет локальных данных. И обязательно должна быть команда людей, которые будут поддерживать вас в принятии правильных решений. Ну и, конечно, разработка новых лекарственных средств. Есть много разных гайдлайндов. Наши, американские. Призываю к их чтению и ознакомлению. Спасибо за внимание. Вопросы? Ирина Анатольевна, пожалуйста. Вопросы? 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 Очень благополучная обстановка. В ней онкология сложилась. Наверное, благодаря клиническим фамаркологам в том числе. Вопросы вот какого плана. Четвертая группа была представлена грибковой флорой. Каким образом происходит? И ничего дальше по слайдам не прошло. Вы назначаете профилактические антигрибковую терапию антифунгинальную? Или вы только по выявлению возбудителя и какими препаратами пользуетесь? Только при выявлении возбудителя, только при инвазивном кандидозе, когда у нас есть четкое понятие о том, что у пациента явная грибковая инфекция. Это, допустим, катетер или другие жидкости, где не должно быть в норме грибов. Препараты используются в зависимости от того, что выделилось. У нас представлены все группы препаратов. Это и азолы, это флуканазол, вориканазол и эхинокандины. Каспофунгин, микофунгин. При необходимости мы можем использовать амфотерицинбе. К нашему счастью, пока мы обеспечиваемся, конечно, неплохо. И тут еще большая заслуга тандема Сергея Аркадьевича Розенгарта, заведующего отделением. И, конечно, Анна Павловна просто так влилась в наш коллектив очень хорошо. И то, что работая еще года, даже захотелось сделать доклад, это, мне кажется, очень здорово. И доложили вы замечательно. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо.